Я уверена, до глубины души развитие космоса и все наши посещения Луны принесут нам массу сюрпризов и действительно массу возможностей. Российская Федерация была всегда ведущей страной по развитию космоса, и сейчас, скорее всего, у нас уже подготовлены определенные программы, проекты. И, естественно, это все держится под жесточайшим контролем и под невероятной секретностью. Но в тот момент, когда Россия будет готова посетить наш спутник Земли, Луну, не только так, чтобы попробовать там высадить свой луноход и вообще провести какое-то время, поставить флаг, а потом улететь быстро обратно, Но для того, чтобы уже более плодотворно, что ли, как-то более действенно познать Луну, как только Россия будет готова, я уверена, мы сразу это сделаем. И, безусловно, все политические процессы, которые происходят и вот эти обсуждения, что в других странах, в Соединенных Штатах, в Японии, что также разрабатываются определенные программы, Как, в общем, освоить Луну и действительно получать от нее пользу, то есть какие-то полезные ископаемые и все то, что может подарить этот спутник Земли для землян. Я считаю, что Россия никогда не будет отставать в этом развитии. Более того, я даже глубоко убеждена и я верю в то, что в конце концов мы сможем посещать другие вселенные. Вы знаете, когда я была в гастрольном туре с Олимпийским огнем, однажды в городе Петропавловск-Камчатском я прослушала совершенно случайно в гостинице лекцию одного московского ученого, чтобы не обмануть вас, не буду называть сейчас его имени. И вот вся лекция была посвящена тому, что развитие нашей космической индустрии неминуемо приведет к тому, что на планете Земля будут появляться новые биовиды. Это очень интересно, и я думаю, что мы все этого момента дождемся, потому что любое развитие на нашей планете происходит настолько быстро. Когда-то у нас не было мобильных телефонов, а сейчас вот какие мы уже продвинутые в чем-то. А с другой стороны, возможно, в масштабах Вселенной развитие человечества еще на таком низком уровне, что самое главное все еще впереди.